Стартовал осенний призыв. Сегодня в Старомосколе начала работу призывная комиссия. Планируется, что эту осенью пройдут 1087 старооскольских юношей. Около 350 старооскольцев до конца года отправятся на срочную службу. Число новобранцев с каждой призывной кампанией становится меньше. Количество переходит в качество. Если сравнить с прошлыми годами, то количество призывников по призыву, оно меньше становится. Это связано с тем, что у нас контрактников, численность контрактников становится больше в российской армии. Соответственно, заданий на призыв меньше. Это хороший знак, в моем мнении, поскольку нам нужна профессиональная армия. На первое заседание призывной комиссии прибыли более 40 парней. Большинство идут в армию с желанием. А кто же будет Родину защищать, если не мы? Военному делу, я думаю, научиться. Руслан Черников пару недель назад закончил обучение в ДСАФе. Теперь он может водить Урал. Специально учился для армии, чтобы в армии быть военным водителем. А Дмитрий Константинов уже и высшее образование получил по специальности инженер-механик. Служить мечтает в ВДВ. Хочется прибавить в здоровье и в психологической устойчивости. В основном старооскольцы проходят службу в западном и частично в южном военных округах, а также на северном и черноморском флотах. Ребята наши старооскольцы в целом с желанием идут проходить военную службу, поскольку военная служба в нашей стране стала престижней. Проходить военную службу в воинских подразделениях российской армии стало намного легче. В плане того, что сейчас и боевая техника, и обучение, и боевая подготовка сейчас идет в войсках. Постоянные учения, сборы и так далее. Первых 18 новобранцев торжественно проводят на службу 15 октября. Оксана Шиманович, Денис Остапенко, 9 канал.